Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем седьмую главу Евангелия от Иоанна. Эта глава начинается с упоминания о том, что Господь ходит по Галилее и не спускается на юг, не приходит в Иудею, потому что иудеи хотят его убить. Между тем приближается праздник иудейский, поставление кущей. И все, что будет происходить в седьмой, восьмой и в девятой главах Евангелия от Иоанна, будет происходить в рамках этого праздника и в атмосфере этого праздника. И поэтому для того, чтобы понять смысл слов Христа и смысл происходящего, очень важно представлять себе обстановку этого праздника. Праздник кущей – это осенний праздник. Он празднуется в месяц Тишери, что соответствует нашему сентябрю. И осень в Святой Земле – это самое роскошное и прекрасное время года, потому что в это время пустыня покрывается многообразием красок, и природа потрясает своей красотой, изобилием и щедростью. Одновременно это праздник сбора урожая. Прежде всего собирают виноград, из него изготавливают новое вино, поэтому это праздник молодого вина, праздник ликования, праздник изобилия. И одновременно приносятся молитвы благодарения за урожай, за жизнь, за эту радость и ликование. И вместе с тем произносятся благословения и просьбы о даровании урожая следующего года, о даровании дождей и плодородия земли. И в рамках этого праздника совершается несколько ритуалов в Иерусалимском храме. Прежде всего это величественная литургия воды. Торжественная процессия во главе со священниками, в окружении народа движется из Иерусалимского храма к Силуамской купели. Купель Силуам – это символ Иерусалима, и вода Силуама – это вода, которая животворит храм. Золотые сосуды набирают эту воду, и радостная толпа под звуки песнопений, танцев поднимается в храм. Эту воду возливают на жертвенник, и она стекает на землю, как исполнение пророчеств, потому что пророки говорили о том, что в тот день, когда придет Мессия, вода из храма достигнет даже мертвого моря, и мертвое море, где нет никакой жизни, будет переисполнена рыб и будет полна жизни. Другая вода направляется на запад, к Средиземному морю. Часть воды впитывает земля, и она уходит в Терриатское море для того, чтобы тоже оживотворить, оплодотворить эти земли. И пророки представляли себе пришествие Мессии, как нескончаемый праздник кущей. Вот этот праздник изобилия, благоденствия, благословения. Вечером, когда наступала ночь, зажигались огни. Огромные факелы зажигались на стенах Иерусалимского храма. Вокруг купили силуам, и начиналась литургия света. И в эти дни казалось, что ночь отступает. Ночь светла, как день, потому что в отблеске этих факелов, этого пламени, весь город наполняется светом, и казалось, что ночи больше не будет. И действительно, это тоже как исполнение древних пророчеств о дне, который не будет знать вечера, вечернем свете и всеобщем ликовании. Атмосфера праздника, танцы, радость. И именно в эти дни Господь произносит самые важные слова, которые открывает в Евангелии Иоанна о самом себе. Итак, начинается повествование с того, что братья Христа собираются идти в Иерусалим и тоже его зовут собой, потому что очень много людей поверили во Христа, увидев чудеса, которые он являл. И между Христом и братьями возникает уже какой-то конфликт. И мы понимаем, что там тоже все не так просто, потому что братья преследуют какие-то политические цели. Они понимают, что рядом с ними харизматический лидер, за которым пойдет толпа, пойдет народ, и они хотят, чтобы он действительно явил себя миру. И все происходило по тому сценарию, как хотят братья. И Евангелист уточняет, потому что братья не верили в него или представляли себе совершенно иначе, кто Христос. Поэтому он не уходит вместе с братьями, и кажется, что он вообще не пойдет на праздник в Иерусалим, потому что там опасно. Но у Бога совершенно другой сценарий. Он приходит, но приходит позже. Приходит в самый разгар праздника и направляется прямо в храм для того, чтобы произнести самые главные слова. Но прежде чем праздник достигнет своего зенита, своего апогея, в храме собирается народ, и мы видим, что весь Иерусалим говорит о Христе. И между людьми происходят споры и распри, потому что никто не знает, кто он и откуда он. Он человек добрый или человек лукавый. И откуда он знает то, что он знает. Откуда он так прекрасно знает закон. И у людей возникает ощущение, что, может быть, он более велик, чем Моисей. И в середине главы мы слышим реплики, которые очень напоминают протоколы допроса. Потому что в действительности Парисеи уже затеяли судебное разбирательство, и, в общем-то, они уже приготовили смертный приговор. Им важно лишь только собрать какие-то улики и лжесвидетельства. Поэтому те фразы, которые мы читаем в Евангелии, это обрывки как будто вот от тех свидетельств и лжесвидетельств, которые собираются во время судебного разбирательства. Один из вопросов «кто он?», а это означает «откуда он?». Потому что если мы знаем, где человек родился, кто его родители, нам кажется, что мы знаем, кто он. И многим кажется, что они знают. Иисус родился в Назарете, по крайней мере, он оттуда пришел. Но Мессия не может прийти из такой глухой провинции. Значит, он лжемессия и лжесвидетель. Но в контексте этих споров Христос отвечает, указывая на то, что в действительности никто не знает, откуда он пришел. Потому что за ним стоит некий великий незнакомец, который его послал. Его послал отец, которого другие не знают. И поэтому откуда он пришел? Это вопрос не географии, это вопрос «кто его отец?». И поэтому все, что он совершает, он совершает по поручению отца, он творит дела отца. И вопрос «кто он?» и «откуда он?» становится синонимами. Другой вопрос «куда он идет?» Кому что возникает мотив того, что оппоненты не смогут идти туда, куда уходит Христос? И они думают, что он уйдет за границу, в диаспору, будет проповедовать среди эллинов? Или он, может быть, хочет покончить самоубийством? Почему мы не можем пойти туда, куда он идет? В конце Евангелия мы узнаем, что действительно никто не может пойти туда, куда пошел Христос. Он возвращается туда, где он был всегда, к Отцу. И когда уже споры достигают своего апогея и становится понятным, что действительно Христос – Мессия, парисеи принимают решение его арестовать. И посылают специальных людей, которые его должны схватить в храме. Потому что никто не сотворил столько знамений, чем этот человек. И уже так много людей поверили в него, и все становится очень опасно. И Христос себя открыто являет в самый торжественный и великий день праздника. На седьмой день праздника Куща повторяются все величественные ритуалы, обряды, шествия. Все это сконцентрировано в пространстве одного дня. И толпа уже разогрета предыдущими днями праздника, ожиданиями пришествия Мессия, молитвы, ликованием, новым урожаем. Все это вместе сливается. И вдруг посреди процессии с водой Христос останавливается и произносит великолепные слова. «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». И действительно, эти слова обретают свой смысл именно в контексте праздника Кущи. Конечно, и вне контекста они потрясают своей глубиной, потому что каждый из нас испытывает жажду, и каждый из нас понимает, что такое жажда любви, жажда справедливости, жажда жизни. Поэтому и эту жажду утоляет Христос, но в рамках праздника и литургического действия они обретают новую и особую глубину. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Христос приглашает пить к нему. Источником воды живой станет его тело, и он, как жертвенник в храме, становится источником этой воды, которая будет животворить всю Вселенную. Но в некоторых переводах знаки препинания расставлены иначе. Дело в том, что в древних рукописях вообще писали без пробелов, без знаков препинания, и поэтому дело переводчика и толкователя, как сгруппировать синтаксис. Потому что другое возможное толкование, что источником этой воды для других становится тот, кто поверил во Христа. С одной стороны, жаждущий человек приходит ко Христу, утоляет свою жажду, и в той мере, в какой он испил этой живой воды, он становится источником воды для других, жаждущих людей. Точно так же, как самарянка, отведав воды Христа, становится источником веры для своих односельчан, жителей селения Сихарь, точно так же и всякий верующий, который встретил Бога, становится этим источником воды. И евангелист добавляет, «Сие он сказал о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». И глава заканчивается на трагической ноте. Служители, которые были отправлены фарисеями для того, чтобы арестовать Христа, возвращаются с пустыми руками, и фарисеи возмущены, они беспокоятся о том, что уверовал и народ, и даже стражники начинают видеть во Христе Мессию и верить в Него, и между ними тоже возникает распря. Здесь мы видим опять на сцене Никодима, который приходил ко Христу ночью, будучи один из членов Совета, он заступается за Христа, он говорит, «Наш закон судит ли человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он сделал?» На что ему отвечают, «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». Таким образом, это судебное разбирательство приостанавливается на ноте высокого напряжения и драматизма. Последний стих главы говорит, «И все разошлись по домам, потому что спустилась ночь, закончился праздник, все расходятся». И на этом мы сегодня завершаем чтение нашей седьмой главы на портале «Экзогет.ру». С вами был протерей Дмитрий Сизнаненко из Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга. Продолжение следует...